Здравствуйте! Итак, на портрете мы с вами видим адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна, который прожил долгую плодотворную жизнь, целых 76 лет. Для тех времён это был немалый срок. Здоровья он был крепкого. У него были гири 32-килограммовые, и гири он тягал каждый день, любил детей, собак. У него был любимый лабрадор, и моряки перед отплытием трепали ему ушки для того, чтобы плавание было успешным. Мы также видим подзорную трубу в его руках, и подобную этой трубу мы можем видеть также на выставке, которая принадлежала Крузенштерну. Также мы видим его награды. Что касается наград, то тоже они представлены на выставке, там есть список его орденов и даты получения. И поподробнее на орденах остановимся. Это орден Святого Георгия четвёртой степени, выданный ему перед отплытием для того, чтобы повысить всё-таки его статус среди тех, с кем он отправится в плавание. После прибытия он получил ещё медаль в честь первого русского кругосветного плавания и, конечно же, пожизненную пенсию в размере трёх тысяч рублей в год. Если учесть, что его жена с маленьким ребёнком на руках, с их первенцем, оставшаяся на берегу, получала 1200 рублей, пока Крузенштерн, её муж, отсутствовал в течение трёх лет, то 3000 всё-таки это очень такая сумма, видимо, весомая. И дальше в течение своей жизни он получал различные ордена, и в том числе орден прусский, такой был орден за заслуги в науке Пур-Лё-Мерит. Его он тоже получил, и также он заслужил в возрасте 69 лет медаль в память пятидесятилетия службы вице-адмирала Крузенштерна. Вот на тот момент он всё ещё был вице-адмиралом, и чуть-чуть попозже он, наконец, стал адмиралом. И самую главную премию, которая сравнима с нашей Нобелевской премией, называлась она «Демидовская золотая медаль». То есть премия вот та самая, очень такая существенная, она была им получена за его достижения в науке, а именно в гидрографии, за создание уникального атласа Южного моря и трёхтомника путешествия вокруг света, где он написал, конечно же, не только свои путешествия, но и все-все-все-все-все научные записи, которые он вёл в течение этого плавания. Они очень ценны, и не менее ценны записи, которые прилагались к атласу Южного моря. Что же такого было там ценного? Ценно было то, что он впервые чётко нанёс часть на карту Курильских островов, побережья Сахали, на Камчатке некоторых островов Японии. До этого в тех районах были карты Лаперуза, карты Кука, и карты Крузенштерна стали одними из самых точных карт того времени. Кроме того, к атласу прилагались рисунки. То есть когда мореплаватели приближаются к острову, они должны точно знать, что это тот самый остров. И Крузенштерн в атласе изложил не только рельефы карт, но и рельефы местности. Как я уже говорила в прошлые разы, он заложил основы океанографии, климатологии, интереснейших наук, которые в дальнейшем получили своё развитие. Почему же именно Крузенштерн был избран капитаном для первой кругосветной экспедиции? Потому что, во-первых, он был в числе тех самых 12 отличников, которых наше государство отправило в Англию для изучения морского дела. И 6 лет он плавал в английском флоте с 1793 по 1799 год. То есть с 23 лет до 29 лет он провёл в английском флоте и научился всему, чему мог. Мало того, он посетил все практические места, куда мог заходить британский флот того времени. Барбадос, Суринам, Бермудские острова, мыс Доброй Надежды, Ост-Индия, остров Свято-Елены, где останавливаются для пополнения пропитания. И, конечно же, в Китае он тоже побывал. Побывав в Китае, он увидел, что британцы торгуют напрямую пушниной с Аляски. Аляска как раз тогда принадлежала нам. И они торгуют за 4 месяца морским путём, а мы торгуем сухопутным путём за 2 года. И, конечно же, вернувшись в Россию, он тут же человек, он был гениальный, очень умный, это был один из умнейших людей того времени. И представил он в Морское министерство проект кругосветного плавания для России. Как мы помним, там были небольшие, конечно же, трудности, но потом всё-таки проект был принят, и Кузенштейн отправился в плавание на большом корабле, который назывался «Надежда», и на маленьком корабле отплыл вместе с ним его друг, соратник, коллега, боевой товарищ Юрий Фёдорович Лисянский, как мы помним. И, как видим на карте, маршрут пролегал через Тихий океан. Поэтому речь сегодня идёт о Южно-Тихоокеанском регионе и атласе Южного моря. Атласу Южного моря Крузенштерн посвятил, в принципе, всю свою сознательную жизнь. Он его начал составлять в своё собственное плавание. И затем было понятно, что путь проложен, следовательно, грузы первой необходимости, медикаменты, стройматериалы, всевозможные предметы, быта, питание и так далее. Ведь здесь не было железа. На Аляске, на Камчатке там ведь железа нет. То есть все железные предметы тоже нужно было завозить вот сюда, из Кронштадта. Вот представьте себе, из Кронштадта эти предметы вот как раз через остров Святой Елены, через Бразилию, где заполнялись трюмы едой. Дальше огибался Мысгорн, вот он через Южную Америку. И через весь Тихий океан, через всю его южную часть, через экватор, корабли российские должны были доставлять груз вот сюда. Для развития наших колоний грузов нужно было все больше, больше и больше, и больше, и больше. Следовательно, после Кронштадта Штерна экспедиции в первой четверти XIX века состоялось 39. Это больше, чем все британцы и французы вместе взятые. Зачем нужен был атлас именно Южного моря? Почему вот ничего-то другого? Потому что этот регион был очень плохо нанесен на карты. Карты были разные, на картах были путаницы, потому что один мореплаватель немножечко здесь ошибся, другой здесь, и в итоге Коцебо отмечал, что один остров оказался на 50 метров. в восточный или западный, чем было нужно. То есть необходимо было составить очень четкие карты, и не только карты, но и знать направление течения, ведь это были парусные суда, которые ходили по морю по воле волны ветра. Значит, нужно было на карты нанести не только острова, которых здесь, в этом регионе 25 тысяч оказалось, этих островов, но и нужно было знать, какие течения, когда, какие тайфуны, в какое время приходят. Для этого нужно было проводить также метеорологические исследования, и, конечно же, одного плавника Крузенштерна для такой массивной работы было мало. В дальнейшем Крузенштерн приложил максимум усилий, чтобы отправлять в Тихий океан не только корабли с грузами для нашей Русской Америки, но и корабли, на борту которых находились ученые, и это называлось уже научной экспедицией, то есть у Крузенштерна была научная экспедиция, и далее он у нас направил следующее кругосветное плавание именно с научными целями, не только доставить груз на Камчатку, но первая основная цель этой экспедиции была именно научное исследование региона и уточнение карт этого Южно-Тихоокеанского региона, потому что там было очень много мелей, можно было сесть на мель, можно было наткнуться на риф, то есть все мели, все рифы должны были нанесены быть на карту так, как предполагалось, что мы будем развивать наши колонии и ходить через именно эту часть Тихого океана, тем более нужно было выяснить, где удобные есть острова для захода кораблей, для пополнения именно еды, пищи, припасов, вот это была основная цель нанесения всех этих островов на карту и выяснения климата Тихого океана, ведь мы же с вами помним, что есть, например, тайфун Эль-Ниньо, который приходит в какое-то определенное время на берега Чили, например, то есть все эти сведения было необходимо узнать и сделать такой атлас, чем и занялся Крузенштерн, это и была в принципе работа его жизни. Для этого, для расширения исследований в южной части Тихого океана туда был направлен его племянник Отто Коцебу, его называют обычно Отто Коцебу, потому что отчество Евставхевич, оно как бы не совсем верно, потому что его папу звали Август, но так как нужно было взять отчество на русский манер, то он взял, конечно, Евставхевич на всякий случай, но тем не менее себя и окружающие его именовали Отто Коцебу все-таки. Итак, он возглавил у нас две экспедиции с научными целями, то есть на борту у него были ученые, которые сделали очень немало для науки. Задача экспедиции Коцебу была не только доставить грузы в Северную Америку, но и, конечно, провести кеонографические, климатические, этнографические наблюдения, уточнить положение некоторых островов, как я уже сказала, для того, чтобы предоставить эту информацию Крузенштерну, который дополнил бы этот свой атлас. Итак, вот его экспедиция. Если мы помним, Крузенштерн посетил только три локации, а Коцебу, которому было 15 лет, когда он ездил с Крузенштерном в первой кругосветной плавании, корабль Надежды не смог посетить остров Пасхи, то есть Коцебу в этот раз в свое собственное путешествие посетил остров Пасхи, правда, он его никак не впечатлил, к сожалению. Также он подольше остался в Гонололу на Гавайских островах, выяснил, почему убили Кука. Далее архипелаг Туамот, он тоже оставил интереснейшие сведения о жителях Таити. И в Маршаловых островах, на Маршаловых островах он совершил целый ряд интереснейших открытий. Далее он посетил также Гуам. И именно его описание сейчас служит важным историческим источником для того, чтобы узнать, что же было тогда в эти удивительные времена. Что касается Гавайев, то на Гавайях Коцебу поговорил с королем Камиамия I. Удивительный был человек, очень мудрый, очень зрелый. И был такой он интересный правитель, который не допустил ситуации, когда его острова были бы аннексированы. Он встречался с европейскими монархами даже, он совершил путешествие в Европу. Он, несмотря на то, что в его порту стояли корабли, военные корабли, не только американские, которые могли в любое время занять его трон, там были британские военные корабли в гавани Гонололу, там были японские даже потом корабли. И я имею в виду не совсем при его жизни, конечно, попозже. и французские тоже, и даже русские корабли военные туда приходили, в том числе корабль Кацебобл тоже с пушками. И этот удивительный человек делал так, что все были довольны, и никто не хотел почему-то аннексировать его острова, с ним вели торговые, порядочные, приличные отношения. И никто не хотел его оборовать. Почему? Потому что этот монарх Камьямия Первый очень любил узнавать все новое в этой жизни. И он, например, был не против введения христианства, почему бы нет, сказал он. Он немножечко ослабил собственные ограничения, потому что в культуре полинезийцев ограничений было очень много, в том числе ритуалы табу, когда при нарушении этих ритуалов полагалась тут же смерть на месте. И Кацебу рассказывает, например, что в гавани валялся просто труп женщины, который был прибит морем. Она, говорят, нарушила табу, и трупы оставляли людям нарушать эти очень жесткие правила. Женщинам, например, не полагалось есть свинину, потому что было нельзя. И только после смерти короля Камиамия следующий король разрешил женщинам кушать свинину, чем очень гордилась как раз королева Намаханна, с которой во вторую свою экспедицию к ЦБУ уже ему было 36 лет, ей было 38, и у них было о чем побеседовать. эта королева впоследствии написала к ЦБУ письмо, которое начиналось со слов «Приветствую тебя, русский, люблю тебя всем сердцем больше, чем саму себя». И дальше она ему рассказывала о том, что происходит в государстве. То есть такие вот были добросердечные жители Гавайев. И завершая свое письмо, она пишет, что сейчас мне хочется кушать, поэтому голод внуждает меня закончить письмо к тебе. Я пошла кушать свиные ушки, чего и тебе желаю. То есть она подчеркивает, что реформы были проведены в государстве, и теперь женщины могут кушать свинину, в том числе деликатес, свиные ушки, чем она и займется в ближайшее время. Что касается этой королевы, она была одна из пяти жен, которые остались править после смерти Камьямия I. И среди этих жен были также его сестры. Такие вот были правила на Гавайях. Тем не менее, Гавайи в те времена никто не аннексировал. Почему? Потому что Камьямия I занялся там хорошим сельским хозяйством и установил централизованную власть и себя объявил там монархом. У него все хорошо получилось, и, например, когда Кацебу привез яблоки ему, то он очень заинтересовался яблоками, взял семена этих яблок, семечки, и сказал, что попробует вырастить из этих семечек эти удивительные, замечательные фрукты для того, чтобы торговать. То есть он понимал, что еда это двигатель прогресса, и на Гавайях на плодородной почве большие обширные острова он выращивал много свиней, всего прочего, до такой степени, что даже безвозмездно себе позволял дарить морякам, которые ему лично понравились, например, Кацебу, очень много свиней, еды и так далее. Для чего? Для того, чтобы шла бойка торговли, чтобы Гавайи наполнялись интересными предметами, не только бусинками и зеркалами, но и различными изобретениями и новшествами из западного мира, которыми того, на Гавайях была, так скажем, столица рыболовного и китобойного промысла. Вот в чем заслуга Камиамия I. Он сделал Гавайи очень важным торговым центром, и это способствовало прогрессу его острова. И как раз Кацебу и сказал тогда еще, в 1817 году, что Камиамия заслуживает памятника. И как раз памятник появился спустя почти 70 лет. Этот памятник стоит даже не только на Гавайях, а этих памятников целых пять, несколько на Гавайях, и один находится около Белого дома в США. Вот такой вот это был замечательный человек. Что касается королевы, то ее портрет Кацебу поместил на первую страницу издания лондонского своих дневников. А в российском издании это было как бы не совсем наверное принято все-таки в те годы такой портрет помещать на первой странице. У нас было все более чинно, так скажем. А здесь в Лондоне, чтобы заинтересовать читателей, был помещен как говорится как затравка к сюжету, был помещен портрет вот этой замечательной королевы, которая управляла одним из островов Гавайев. Остальные жены, остальные королевы управляли другими островами. Далее Коцебу, как я уже говорила, исследовал Маршаловы острова, которые сейчас связаны с США. Там ходит доллар США. И заслуга Коцебу в том, что он открыл цепь Ралик и цепь Ратак. На местном языке это означает восход и закат. Потому что одна была цепь островов на западе, другая цепь островов была на востоке. Он оставил прекраснейшее этнографическое описание местных жителей, потрясающие совершенно дневники, которые тоже, как и у Крузенштерна, стали бестселлером, переведены на все языки европейские и произвели фурор в Европе, конечно же. Также он обнаружил атолл Бикини уже во второй своей плавни, где как раз американцы сделали свои ядерные испытания самые первые в 1946 году. Сейчас это американский остров, они его назвали Бикини атолл, а тогда он был атолл Эш Шольца, одного из ученых, которые были на борту экспедиции Коцебу. Коцебу посетил также Таити, как было сказано, на Таити ему очень понравились местные жители скромностью и добродушием. Тем не менее, Коцебу обратил внимание на то, что в Полинезии у полинезийцев в целом развита склонность к алкоголизму и любовь к азартным играм. И в частности, на Гавайях он говорит, полинезийцы, местные жители проигрывали все свое состояние, вообще не моргнув в глаза. Вот такие вот интересные особенности он обнаружил у полинезийцев. И именно эти экспедиции российских мореплавателей позволили сделать вывод о том, что океане на самом деле неоднородно. Там на самом деле есть целых три культурных зоны – микронезия, полинезия и меланезия. И эти три культурных зоны на самом деле отличаются друг от друга. И этот вывод был окончательно закреплен в 1831 году европейскими учеными, которые с тех пор решили называть весь регион океания. А три этих культурных зоны как раз меланезия, полинезия и микронезия. Микронезия – это маленькие острова с греческого в переводе, меланезия – это черные острова, это близко к берегам Австралии, это Соломонные острова, Фиджи, Новая Каледония и Папу-Новой Гвинеи. Там жители с более темным цветом кожи, поэтому это черные острова. И полинезия – просто много островов. Вот такие вот интересные события происходили в те годы. Также он посетил Кацебу-Гуам и был поражен на самом деле тому, что это не настолько прекрасное место, как описывали предыдущие мореплаватели, потому что Гуам принадлежал тогда Испании, и испанцы все реже-реже-реже обращали внимание на свою колонию, и колония начала немножечко падать ее экономический вес в глазах мореплавателей. То есть было уже меньше пищи, и она стала стоить дороже. То есть там была инфляция на этом острове, так скажем. Интересен он тем, что там тоже, как и на острове Пасхи, есть каменные такие вот изваяния, так же, как на Маркизских островах. То есть какие-то интересные культуры прошли по островам и оставили после себя вот такие вот каменные скульптуры. И что касается Гуама, то Коцебу отмечал, что там осталась всего лишь одна семейная пара, бездетная, и местные жители, настоящие, те, которые жили изначально на Гуаме, как раз, получается, вымерли, потому что из них, из тех настоящих местных гуамцев, осталась только одна престарелая семейная пара, без детей. А в дальнейшем Гуам был здесь или он уже филиппинцами, вот как написано, японцами, мексиканцами, потому что это была испанская колония. И что касается научных исследований, то на борту корабля Коцебу находился ученый по фамилии Шамисо, и он обратил внимание как раз на то, что вся эта океанья неоднородна, а также он сделал вывод о том, что происхождение океаницев на самом деле из Азии. И это правда, они шли потоком из Индонезии, заселяли эту территорию. То есть не из Латинской Америки, не из Австралии, а именно вот как раз из Индонезии, современной нам сегодня Индонезии. Коцебу также высказал гипотезу о происхождении атоллов, который принял во внимание Чарльз Дарвин. Единственное расхождение между Коцебу и Чарльзом Дарвина было в том, что Дарвин выступал активным сторонником христианизации этих островов и говорил о том, что теперь они будут приличные, они не будут ходить без верха, то есть топлес, не будут ходить эти островитяне, они, наконец-то, говорит, будут одеты, будут прилично себя вести, получат образование и так далее. А вот Коцебу, который, получается, три раза побывал в океане и следил за этой океаной на протяжении, как мы понимаем, почти 30 лет, он сказал, что миссионеры оказывают не совсем позитивное влияние на островитян, потому что островитяне потеряли ту самую детскую искренность и радость, которой они обладали в первые контакты с европейцами, то есть тогда они были с детской непосредственностью, а теперь, говорит, на их лицах лежит печаль грусти и размышлений о жизни, потому что деньги зарабатывать надо, надо работать, это как бы стресс, вот печать стресса он отметил на лицах океанейцев. То есть до такой тонкости он делал эти свои заметки. Следовательно, его работы, они просто-напросто для историков, по крайней мере, без цены. Что касается гидрографии, географии и так далее, то здесь эти науки он своими исследованиями просто-напросто закладывал основу этих наук. Он выполнил многочисленные определения, как мы видим, удельного веса, солености, температуры, плотности, прозрачности воды и так далее. И на его борту находился будущий известнейший физик Эмилий Ленц, наш российский ученый. Ему тогда было всего 19 лет, тем не менее, этот физик Ленц, 19-летний, впервые в мире изобрел батометр для того, чтобы брать пробы воды с глубин океана и чтобы они были изолированы при этом от внешней среды. То есть раньше просто черпачком зачерпывали, когда воду поднимали наверх, в бутылку в обычную, то, конечно же, свойства ее терялись. А он изобрел, так скажем, термос для того, чтобы его погружать вглубь воды и затем вытаскивать воду именно с той глубины, на которую погружена эта емкость, батометр. Коцебу вернулся с триумфом, как мы понимаем, все замечательно. Кстати, он плавал на одном корабле, уже не два корабля отправлялись, а один корабль, потому что навыки были уже лучше у российских мореплавателей и карты уже точнее и, следовательно, дешевле, конечно же, отправить один все-таки корабль, надеясь на успешность навыков этого морехода. Коцебу справился блестяще и одновременно с ним моря и океаны мировые бороздил Василий Михайлович Головнин. Василий Михайлович Головнин, тоже у него было две экспедиции, тоже научные и тоже с целью, конечно же, заодно доставить различные предметы, товары и все прочее в наши колонии северные, на Камчатку и на Аляску. И, как мы видим, путешествие его первое было омрачено тем, что он не прошел мыс Горн, он там застрял, потому что именно в этом месте ужасные происходят погодные условия, страшные совершенно для мореплавателя, тем более для парусных судов. И поэтому ему пришлось впервые не по картам Крузенштерна, а по своему собственному усмотрению добраться до мыса Доброй Надежды, который находится у нас в Африке. То есть его путь, вторую экспедицию уже успешно состоялся, как мы видим, все правильно, все вот по точкам, он прошел так, как было запланировано здесь еще в Кронштадте, ведь он не может сам выбирать маршрут, он обязан следовать заведенному плану. Но первое путешествие у него не удалось, он боролся с ветрами, все-таки ветер победил, и добрался он в первое свое плавание до мыса Доброй Надежды. В это время разразилась небольшая война между Англией и Россией, и на этом основании он был взят в плен, а его весь товар мог быть конфискован просто-напросто. Вот так вот действовали англичане тогда. И целый год он простоял в плену на мысе Доброй Надежды. За этот год он провел исключительно точные замеры направления ветров, то есть за целый год он проследил погоду, и он вычислил, что как раз в мае, когда его взяли в плен, будут дуть очень выгодные ветры. А, и он проводил весь год тренировочные такие учения своих матросов, то есть они там не расслаблялись, стоя на рейде около берегов, ему не позволено было сходить на берег, это было все очень унизительно, они проедали свои запасы, им сказали, хотите покушать, купите, а чтобы купить нужные деньги, а чтобы хотите денег, то мойте палубу английским судам. И на это честь и достоинство Головнина ему не позволили пойти, он на это не пошел, стоял честно там год, кушали они сухари, запасы были уже на грани истощения, тем не менее, он поймал правильный ветер и ловко сбежал из плена английского. Чем вызвал фурор в мировой прессе? Мировая пресса обсуждала это событие, что английские мореплаватели не смогли догнать Головнина, который год стоял на простое в Кейптауне, рядом с Кейптауном. Итак, он летел на всех парах, и почему он сюда полетел? Потому что по общепризнанным привычным маршрутам его погоня должна была гнаться за ним вот по вот этому маршруту, а он их решил обмануть и обогнул Австралию. Он сюда не заходил, потому что Австралия это была британская колония, конечно же, его точно так же могли взять в плен здесь. И чтобы не встречаться с англичанами, он попытался максимально обогнуть и за примерно 70 дней добрался до внуату современного, до острова Танна. На острове Танна он планировал набрать себе еды, но еды взять почти не получилось, потому что местные жители это просто разрозненные племена, они не готовы к тому, чтобы принять целую команду матросов, да еще и накормить. Остров Танна это как раз та самая меланезия, это, так скажем, наименее развитая часть была южной части Тихого океана, именно в материально-техническом плане, то есть здесь самые, так скажем, дикие люди жили. И каннибализм, и все прочее, конечно, здесь были развиты. Тем не менее, Головнин за пять дней нахождения на острове Танна подружился с местными жителями, и был такой забавный случай, он, когда вышел на берег, пытался рассказать, что его зовут Василий, а вот его судно называется Диана. Судно Диана, судно Диана, и местные жители восприняли, что Головнин это и есть Диана, и начали его называть Дианой, и когда Головнин уже отчаливал, он писал в своем дневнике, так немножечко сокрушаясь с юмором, что теперь в легендах местных жителей он останется, как Диана. Воды не удалось набрать на острове Танна, и Головнин пишет, что заходить сюда больше не надо, так как вода болотистая, и вода у них очень быстро стухлая, и пришлось им собирать дождевую воду, и пришлось им пользоваться даже остатками той воды, которая у них еще была в трюмах. И когда они уже все ближе приближались к Камчатке, его дневник посвящен исключительно еде. Вопрос у того, что их ждет на Камчатке, он перечислял виды еды, которые они наконец-то поедят. И это, конечно, и смешно, и грустно, тем не менее, это очень важный был вопрос. Поэтому карты южной части Тихого океана столь важны были для моряков, не только, конечно же, российских, но и моряков всего мира, и испанцев, и немцев, которые там начали тоже активно плавать по Тихому океану, и, конечно же, американцев, и британцев, и так далее. Все впоследствии пользовались атласом Крузенштерна. Это было просто сенсационное событие выпуска этого атласа, и им пользовались на протяжении 80 последующих лет. КЦБУ, когда был как раз на Гавайях, отмечал, что китобой пользуется атласом картами Крузенштерна во вторую свою экспедицию, хотя он еще не был завершен до конца, тем не менее этим атласом мореплаватели уже активно пользовались, так как он периодически выходил с обновлениями, как мы бы сейчас сказали. И вот у нас как раз Михаил Васильевич Головнин. Интересно то, что, находясь в плену в Южной Африке, в Кейптауне, он впервые в жизни и впервые в российской истории встретил настоящего маурийца, жителя Новой Зеландии, наследного принца, сына верховного вождя Тепахи. И так получилось, что спустя несколько лет король, так скажем, северной части Новой Зеландии Тепахи погиб, его голова была высушена, потом каким-то образом она досталась британцам, высушена по традиции, потому что в голове находится мана, это такая харизма, так скажем, это сущность и вес человека. И этот сущность и вес человека, который назывался мана во всей Полинезии, да и в Микронезии тоже, в принципе, по всей океане это понятие было распространено, мана находилась в татуировках, а татуировки были на лице, в татуировках было видно, из какого он рода, с какого он острова, с северного, с южного, из какого племени, какие у него заслуги, татуировки были очень глубокие, это была даже не татуировка, скорее, скорификация, когда шрамирование производилось, вплоть до того, что здесь в щеках даже могли быть дырки, то есть чем больше боли выдержал боец, так скажем, воин и так далее, тем он был почетнее, тем выше его мана, и вот чтобы мана не терялась, головы высушивали и оставляли их у себя в роду, но хитрые европейцы каким-то образом выкупали эти головы, так как письменности не было у этих народов, и сохранить память не всегда было возможно, тем более происходило массовое вымирание океаницов, почему? Потому что были завезены европейские инфекции, и КЦБУ отмечает, что, например, на острове Пасхи сначала Кук сказал о 1500 жителей, затем их было меньше, Лисянский отмечал, что их еще меньше, и когда пришел туда КЦБУ, жителей оставалось еще меньше, плюс работорговля, которая выкашивала ряды океаницов, не учитывая, что они просто-напросто могут вымереть, как это произошло, например, на Гуаме. И в дальнейшем эта голова оказалась неизвестна, к сожалению, когда, в 1810-х или 20-х годах в Лондоне, и лондонцы ходили всего за один фунт, можно было посмотреть высушенную голову новозеландского короля. Вот такие вот были нравы, такие вот времена, и зазывали посмотреть на эту голову вот такими вот призывами «Кеннибал индианс», то есть каннибалы, индейцы, тогда не было даже термина для местных жителей, кто как хотел, тот их так и называл, кто-то канаками, кто-то маори, потому что маори это означает просто люди, обычные люди, маори. И канаки тоже означает люди, это просто несколько разных диалектов одного и того же языка. Канаки скорее относятся к Меланезии, а вот маори скорее относится к Полинезии. «Мэн-итерс», пожиратели людей, вот, так как там был каннибализм, конечно же, в те годы в океане, и поэтому считалось, что эта голова, когда была жива, она кушала людей. Как я говорила, останавливался головнин на острове Танна, и там он увидел огнедышащую гору. Никогда раньше он не видел, и мало кто в его окружении видел извержение настоящего вулкана. Этот вулкан извергается там постоянно, и как раз так получилось, что при отплытии ночью очень все было красиво, красочно, словно салюты, словно фейерверки, эта гора начала извергать из себя огонь. И это как раз запечатлел головнин. Также он впервые описал интереснейшие меланезийские музыкальные инструменты. Вся меланезия прекрасно свистит на свирелях, это их отличительная черта меланезийцев, и играют они очень красиво, у них очень хороший музыкальный слух. В то время как, например, в микронезии отмечалось небольшое наличие музыкальных инструментов, и в принципе у океанезов песенки не очень-то сложные, а вот как раз у меланезийцев они чуть-чуть посложнее, поинтереснее. И головнину на Венуату столице Порт-Вилла стоит памятник, который был установлен в 2009 году при помощи интересного человека, он русского происхождения, но всю жизнь прожил на Венуату Мишутушкин Николай Николаевич. Художник примитивного искусства, который затем в Советском Союзе в 1980-х годах устраивал серию своих выставок, начиная от Владивостока и до Москвы. Интереснейший был человек, потомство, правда, он не оставил, потому что у него был там друг некий Пелиока, полинезийц с сейчас-то французское владение у Олиса Футуна. И вот они вдвоем творили свое творчество, у них есть сейчас дом-музей, и Пелиока до сих пор жив и охраняет этот дом-музей, приглашает туда туристов. Можно как раз ознакомиться с их творчеством там, в этом доме-музее в городе Порт-Вилла. Благодаря тому, что российские мореплаватели проложили путь и карты в южную часть Тихого океана, можно уже было отправить более серьезную экспедицию. Отправился Белинсгаузен Фадей Фадеевич. Белинсгаузен Фадей Фадеевич как раз тоже был на борту надежды, корабля «Надежда», вместе с Крузенштерном как раз в 1803-1806 годах, когда происходила первая кругосветная плавня. И дальше мы видим, он вырос вот до таких высот и даже открыл Антарктиду. Вот это есть его главная заслуга. И не только Антарктиду, они еще исследовали, открыли часть островов россиян, они назвали их так, а в дальнейшем местные жители, конечно, их называли Туамоту. И в дальнейшем открытия, которые сделаны были россиянами, например, вот остров Александра и так далее, если эти острова были обитаемы местными жителями, то, конечно же, потом на карту легли названия, которые местные жители давали этим островам и так их называли. Вот остров Восток остался до сих пор Восток на картах, потому что он необитаемый, переименовывать его просто некому. И, между прочим, острова Кука были названы Крузенштерном в честь именно капитана Кука как раз на его атласе, и с тех пор они называются острова Кука. И не так давно местные жители вдруг подумали, что почему бы нам не переименовать наши острова и придать им какое-то более интересное местное название. Почему они говорят, мы должны называться в честь какого-то Кука, если у нас есть собственное название. Но они проводили референдумы, еще что-то. Ну, так и осталось это острова Кука островами Кука, потому что ничего интереснее они придумать не смогли. Итак, затем пошла у нас в океанию экспедиция Литки Федора Петровича. Вот экспедиция Литки Федора Петровича она наиболее на мой взгляд интересная и на самом деле не только на мой взгляд. Он в одиночку положил на карту почти все Каролинские острова. Это уникальное событие в истории гидрографии, видимо, потому что до него там был полный сумбур на картах и туда просто-напросто решили не заплывать. Зачем туда заплывать, если на картах непонятно что. И просто-напросто обходили эту часть океана стороной, хотя совершенно зря, потому что там тоже можно прекрасно запасаться едой и там прекрасные отношения с местными жителями складывались у мореплавателей. В ходе экспедиции, конечно же, как и Литки, как и Головнину и как прочим мореплавателям нужно было доставить грузы на Камчатку и в Русскую Америку и по дороге произвести всевозможные исследования научные. И задачей было выяснить вот как раз точность карт и узнать у местных жителей их исконные названия. Потому что, начиная с Головнина, как раз я вернусь к Головнину еще раз, начиная с Головнина, было сочтено справедливым спрашивать у местных жителей название этих островов. Потому что, когда другие мореплаватели, которые, возможно, могли бы потеряться на просторах Тихого океана, приплыли бы к какому-то острову и спросили, как этот остров называется, то местные жители дадут ему именно то название, которое будет отражено на картах. То есть, это делается для уточнения, что это точно тот самый остров. И именно Головнин у нас описал Курильские острова, и там же есть у нас и Туруп, например, остров. И вот эти все на наш слух странные названия на самом деле названия, которые давали местные жители и которые запечатлел Головнин, описывая Курильские острова. Вот что такое плавание Крузенштерна. Вот к чему оно привело, к каким глубоким в принципе научным исследованиям и открытиям именно в науке, физике, и даже, возможно, в астрономии и так далее, потому что и астрономы тоже плавали на борту этих кораблей. К сожалению, я гуманитарию и слабо ориентируюсь в открытиях физики и климатологии и картографии, к сожалению. Но я знаю историческую часть, которая касается дневников, и для историка эти дневники, конечно же, просто бесценны. Итак, у нас сейчас Литки. Литки у нас отправился в экспедицию и тоже дополнил как раз «Атлас Крузенштерна». Описав Каролинские острова, он нанес их на карту очень точно и по ходу нанесения на карту сделал удивительнейшее открытие. Он обнаружил каменный заброшенный город, который, как мы видим, ушел под воду. Он был построен вообще неизвестно когда, возможно, полторы тысячи лет назад, а возможно и в XIII веке. Вот считается все-таки, что это XIII-XV век одновременно с островом Пасхи. На острове Пасхи возникают вот эти каменные исполины, то есть какая-то интереснейшая культура каменного века прошла по этим островам и оставила после себя вот эти странные каменные изваяния и каменные постройки. И когда Литки спросил у местных жителей, что это такое, потому что они его повели к вождям, вожди проживали в этой местности, повели к вождям по каналам. И было удобно идти по этим каналам, потому что хотя бы не так жарко. Канал с водой, а вода до пояса. И то есть бредя в воде до пояса вдоль этих каналов, как раз можно было пройти весь остров насквозь. Достаточно в комфортном получается как бы виде. И когда Литки спросил, что это такое, для чего это, местный житель растянулся на камнях, раскинул руки, ноги и говорит, а, для того, чтобы отдыхать. Видишь, как удобно. То есть получается, они сами не понимали и не знали, зачем это, что это, кто это построил, когда, для чего. Просто есть и есть. Они говорят, ну и хорошо. Так как в бесписьменных культурах сохранять историческую память очень сложно и практически невозможно. Память теряется где-то через 300 лет, и дальше обрастает слухами, еще чем-то, и дальше у нас появляются уже религии, да, боги, еще кто-то как-то, вот, и так далее. В общем, такая вот интересная вещь. Также Литке впервые описал детские игры жителей Океании. Очень интересный был человек. Он охватил все сферы их социальной жизни, потому что он там был месяц, находился на этих островах. Он как раз открыл Понпей и открыл Коср... Не открыл, вернее, но исследовал и нанес на карту очень четко остров Косрая, который произносится Кошрая на местном диалекте. И там простоял он целый месяц, и за целый месяц он очень весело общался с детьми. Он обожал играть, в принципе, в эти игры. И когда он вернулся из своего плавания, то через некоторое время Николай I император позволил, не позволил, даже назначил его воспитывать своего пятого по счету сына, князя Константина, который под действием воспитания такого удивительного человека, потому что гуманизм у него, ненаучно, скажем, зашкаливает просто-напросто. То есть, читая его дневники, понимаешь, как глубоко можно любить человечество в целом. И детей, и стариков, и взрослых, и людей разного уровня, разного ранга, разных родов деятельности и занятий. И как можно на самом деле быть поистине высокодуховным человеком. И этот высокодуховный человек стал духовным наставником и воспитателем императорского сына Константина. Он тоже выбрал себе морскую карьеру и, как видим, был сторонником отмены крепостного права, активно выступал за это. Вот такое вот влияние оказал Крозенштерн на ход науки в нашей Российской империи и на ход истории в целом. Человек, он был прогрессивный и поэтому уже за несколько лет до смерти, когда изобрели фотографию, он тут же побежал и сфотографировался. Вот, на мой взгляд, это просто великолепно, что до нас дошла настоящая его фотография. Но вот почему-то он как в старости был немножечко слысиный и, так скажем, усатым, так и в молодости. Он как-то вот рано, видите, потерял волосы. То есть это он не старый, это на самом деле здесь очень молодой на этом портрете. Именно в таком вот виде он как раз и совершал свое плавание. И как раз экспедиция Литки достойно завершила почти 30-летний период русских кругосветных плаваний с целью географических исследований. То есть атлас Крозенштерн составлял на протяжении 30 лет. И этот атлас был, как я уже говорила, самым полным атласом. Что касается достижений научных этой экспедиции Литки, то она стала, как я уже упоминала, одной из самых плодотворных российских кругосветных исследовательских экспедиций XIX века. Был собран интереснейший этнографический материал, коллекции всевозможные. И академик Ленц, который в дальнейшем пользовался исследованиями, которые проводили мореплаватели, вот он как раз применил магнитное наблюдение, сделанное на борту экспедиции Литки, на борту Синявина, в своей статье о приливах и отливах. Потому что ведь нужны тоже и приливы, и отливные течения для того, чтобы корабль как можно быстрее проходил расстояние по океану. И на основании этих же данных мы видим профессор из одного из самых передовых университетов того времени западных. Он написал статью о барометрических наблюдениях и теплоте в тропическом климате. Далее другой профессор воспользовался работами Литки при создании карт изодинамических линий в 1833 году. То есть открытия делались и дальше обработка этих открытий и применение этих открытий шло на протяжении какого-то срока. И даже мы видим, что когда Германия и Испания ссорились из-за островов в Каролинском архипелаге, то они воспользовались картами Литки, сочтя их самыми-самыми точными картами для решения своего территориального спора. Вы думали, это все? Нет, не все. Вот какая интересная была экспедиция у Литки. Также были проведены исследования с маятником и магнитной стрелкой. Ведь нужно было определять еще магнитные полюса Земли. Мы же знаем, что Земля приплюснута, и он вычислил в принципе приплюснутость Земли, насколько она приплюснута. Вот что сделал Литки в ходе своих опытов и наблюдений. И таким образом его научные изыскания лучше в этой области оказались. И его работа как раз была награждена той самой Демидовской премией, аналог Нобелевской, которой был награжден Крузенштерн тоже. И Литки в дальнейшем был избран в учебном корреспонденте Академии наук, и он стал ее президентом, и пробыл 18 последних лет своей долгой плодотворной жизни президентом, и скончался в возрасте в 84-х лет. Если Крузенштерн 76 лет прожил, КЦБУ 69 лет прожил, то Литке 84 года и оставил после себя очень успешных сыновей и внуков. Все они у него заняли высокие должности, не обязательно благодаря ему, а в тех областях, где у них были таланты, то есть люди были поистине талантливые его потомки. И вот на этом спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу, и как раз мы видим с вами атлас Южного моря Крузенштерна, и его же мы можем видеть на выставке. Он представлен сейчас как раз на выставке. Можно пойти и посмотреть на этот атлас. Вот такая кропотливая ручная работа. Вот. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok